Добрый вечер, это программа Пульс дня в студии Артем Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Американцы ведут секретные переговоры с россиянами по поводу прекращения войны в Украине. Группа бывших высокопоставленных сотрудников Службы национальной безопасности США провела секретные переговоры с россиянами, которые, как считается, близки к Кремлю, а также с высокопоставленным дипломатом страны, с целью заложить основу для начала возможных переговоров о прекращении войны в Украине. Например, министр иностранных дел России Сергей Лавров несколько часов общался с членами группы в апреле в Нью-Йорке, сообщили четыре бывших и два действующих чиновника. На повестке дня апрельской встречи были некоторые из самых острых вопросов войны в Украине, такие как судьба территории, удерживаемой Россией, которую Украина, возможно, никогда не сможет освободить, и поиск дипломатического выхода, который был бы приемлем для обеих стран. По словам нынешних и бывших официальных лиц, рядом с Лавровым сидел Ричард Хасс, бывший дипломат и уходящий президент Совета по международным отношениям. К группе присоединились эксперт по Европе Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм, бывшие сотрудники Белого дома и Госдепартамента, которые являются членами Совета по международным отношениям. Среди целей, по их словам, держать каналы связи с Россией открытыми, где это возможно, и определить, где может быть место для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии по поводу прекращения войны. Обсуждения проходились ведомо администрации президента США Джо Байдена, но не по ее указанию, а бывшие официальные лица, участвовавшие во встрече с Лавровым, впоследствии проинформировали Совет национальной безопасности Белого дома о том, что произошло. Дискуссии известны на дипломатическом жаргоне как дипломатия второго направления, форма неофициального взаимодействия с участием частных лиц, которые в настоящее время не находятся в правительстве, или, как в случае встречи с Лавровым, вовлечены в одну из сторон. Они происходят из-за того, что официальных дипломатических контактов на высоком уровне между правительствами США и России по Украине было немного, и они были очень редкими. Но с американской стороны в обсуждениях участвовали некоторые бывшие чиновники Пентагона, в том числе Мэри Бет Лонг, бывший помощник главы Департамента обороны США с большим опытом в вопросах НАТО. По словам двух источников, по крайней мере один бывший американский чиновник побывал в России для обсуждения войны в Украине. Помимо Лаврова, с российской стороны в дискуссиях участвовали ученые, лидеры крупных аналитических центров или научно-исследовательских институтов, а также другие представители российской внешнеполитической сферы, которым, как считается, прислушивается президент России Владимир Путин. Источники, сославшись на опасения за их безопасность, отказались назвать российских участников по имени. Сотрудник офиса президента Украины Владимир Зеленского заявил, что не будет комментировать конкретные новостные сообщения, основанные на неназванных источниках. Переговоры проходят на фоне растущих признаков того, что США и их союзники хотят, чтобы Москва и Киев перешли к мирным переговорам осенью после завершения контрнаступления Украины. Во время секретной поездки в Киев в мае директор ЦРУ Уильям Бернс услышал от украинских официальных лиц о перспективе подтолкнуть Москву к мирным переговорам к концу года. Мэтт Димик, бывший директор Совета национальной безопасности по России и Восточной Европе, сказал, что даже обсуждение потенциальных сделок с Россией без участия Украины может в конечном итоге подорвать влияние Киева. Между тем, Майк Пенс допустил возможность столкновения американских войск с российскими силами. Бывший вице-президент США допустил такой сценарий в случае поражения Украины в войне с Россией. Майк Пенс сказал, что США могут оказаться в ситуации, когда им придется отправить войска для противостояния силам Владимира Путина, если Украина проиграет войну с Россией. Пенс заявил об этом, выступая в радиопередаче шоу «Хью Хьюита», где он сказал, что происходящее в Украине прямо сейчас – это не просто война, это зло. «Я уехал оттуда, как никогда убежденный в том, что в наших национальных интересах оказать украинским военным поддержку, которая им нужна для борьбы и отражения российского вторжения», – сказал Пенс. Напомню, что потенциальный кандидат в президенты от республиканской партии Майк Пенс на прошлой неделе неожиданно приехал в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел места, пострадавшие от российских атак. В четверг глава Минфина Джанет Йеллен прибыла в Пекин, где начинается ее четырехдневный визит в Китай, призванный снизить накал взаимных претензий между двумя крупнейшими экономиками мира. Ожидания обеих сторон от визита невелики. Вместе с тем, официальные лица признают, что обе державы поставили защиту национальной безопасности выше экономических связей. Йеллен намерена поднять вопрос о недобросовестных действиях Китая, в том числе о недавних карательных мерах против американских компаний. Газета The New York Times отмечает, что этот визит Йеллен станет для нее дипломатическим испытанием. Ей придется защищать позицию США по экспортному контролю и тарифам. Одновременно подчеркнул, что Вашингтон не стремится нанести ущерб экономике Китая. Вчера, когда Вы прибыли в наш аэропорт и вышли из самолета, в небе появилась радуга. Конечно, это естественное явление. И мы часто его наблюдаем. Но я думаю, что это также должно относиться к отношениям между Китаем и США. Я думаю, что есть нечто большее, чем наши отношения. Что-то вроде ветра и дождя. И мы обязательно увидим больше радуги. Глава Минфина намерена встретиться с премьер-министром Китая Ли Цианом и бывшим главой китайской экономики Лю Хе, которого многие считают близким доверенным лицом Си Цзиньпина. Несмотря на то, что серьезных прорывов на этих переговорах не ожидается, официальные лица США говорят, что Йеллен будет настаивать на открытии новых каналов связи и координации по экономическим вопросам, а также подчеркнет возможные последствия, если Китай окажет военную помощь России. Мы считаем, что в интересах обеих стран убедиться, что у нас есть прямые и четкие линии связи на высшем уровне. А экономическая сфера регулярных обменов с нашими китайскими коллегами может помочь нам контролировать экономические и финансовые риски. И это создаст условия для здоровых экономических отношений между нашими двумя странами. В Лос-Анджелесе теперь шумно не только возле офисов компаний Netflix и Disney, где уже два месяца бастуют сценаристы, но и у гостиниц, сотрудники которых тоже объявили забастовку. 15 тысяч человек, в основном горничные, повара и официанты, оставили свои рабочие места и вышли на улицы с требованием повысить зарплату. С ведрами в руках они бастуют у входа в отель. В забастовке принимают участие сотрудники крупнейших отелей Лос-Анджелеса. Сетей Marriott, Ritz-Carlton, Hilton. Всего 65 гостиниц, причем это происходит в разгар туристического сезона. Работники отелей бастуют по всему штату. К нам присоединяются различные сети. И если мы не получим то, чего хотим, это число может продолжать расти. После пандемии то, что сделали эти отели, их администрации, они втрое увеличили нагрузку. Мы делаем работу за нескольких человек, и это несправедливо. Мы боремся за свои права. Мы заслуживаем повышения. Мы усердно работаем. Ежедневно убираем 14 комнат и просто хотим справедливости для нас. Вторник, 4 июля, стал самым жарким днем на Земле, по крайней мере, за последние 44 года. А скорее всего, из-за гораздо больший срок. В этот день средняя температура на планете достигла 17,18 градусов Цельсия. Это следует из данных университета штата Мэйн, который использует спутниковую информацию и компьютерные модели для описания климатической обстановки на планете. Днем ранее средняя температура достигла 17,01 градуса Цельсия, что также стало рекордом, который продержался только сутки. Хотя эти данные не являются официальным рекордом, зарегистрированным Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, они показывают, где мы находимся, заявила главный научный сотрудник управления Сара Капник. И хотя наблюдения, на которых основан неофициальный рекорд, ведутся только с 1979 года, учитывая другие данные, это, вероятно, был самый жаркий день за несколько сотен лет, добавила она. По словам Капник, предыдущий самый жаркий день был в августе 2021 года. Российский рубль в четверг вновь продолжил падать. Курс евро превысил 101 рубль, а доллара доходил почти до 94 рублей. Аналитики полагают, что тут все еще сказываются последствия мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК. Да и функциональные факторы в экономике играют против рубля. Когда может случиться отскок? Рубль начал дешеветь после военного мятежа, устроенного почти две недели назад Евгением Пригожиным. С понедельника 26 июня доллар и евро подорожали к рублю примерно на 8%. Это не очень большое падение рубля, по крайней мере, по сравнению с февралем и началом марта 2022 года, но этому предшествовали несколько месяцев постепенного ослабления российской валюты. Аналитики теперь называют российскую валюту перепроданной, а 100 рублей за евро психологически важной отметкой. Ослабление рубля уже привело к словесным интервенциям со стороны чиновников. Обычно в моменты напряженности глава ЦБ Эльвира Набиулина и другие пытаются сначала успокоить рынки на словах. Если этого не происходит, то в ход идут другие инструменты, например, покупка рублей и продажа валюты. Глава Сбера Герман Греф заявил, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году. К словесным интервенциям перешел и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он предложил вспомнить, что рубль падал и раньше, а затем происходили отскоки. На фоне этих заявлений в четверг днем на рынке действительно случился отскок. Доллар упал ниже 92 рублей, а евро ниже сотни. Набиулина в качестве наиболее значимого фактора, влияющего на динамику курса рубля, назвала внешнюю торговлю. Действительно, об этом писали и многие аналитики. Летом и осенью прошлого года курс рубля был высоким благодаря навесу валюты. В страну завозилось мало товаров, зато был стабильный приток валюты из-за высоких цен на нефть и газ. Сейчас ситуация противоположная. Импорт более-менее восстановился, а экспорт упал из-за санкций падения цен. Соответственно, из страны уходит больше валюты, чем в нее приходит. Экономисты называют это фундаментальными факторами. Эксперты отмечают, что отскока, во всяком случае сильного, наверное, не будет. Вероятнее всего, российская валюта замедлит падение и укрепится в районе 90-95 рублей за доллар. Через несколько минут продолжим сразу после рекламы на RTN. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова